По требованию, 3-я Енисейская, Новосел. Остановки своего автобуса кондукторы знают лучше, чем любой GPS-навигатор. Еще бы, ведь попасть на конкурс лучшего кондуктора не так просто. Из 300 человек, работающих на ПТП, отбор прошли всего 15. Все они как на подбор, в форме на одежде и с улыбкой стюардессы на лице. Не хватает только уже ставшей культовой сумки на шее. Я всегда с вами говорю, кондуктор в автобусе, это все равно, что стюардесса. В самолете или проводник в поезде. Чтобы стать кондуктором года, нужно показать, на что ты способен в трех конкурсных этапах. В первом нужно было перечислить остановки. Следующий – это уже подсчет мелочи на скорость. Лучшее время – 1000 рублей мелочи за чуть менее, чем 3 минуты. Сами кондукторы говорят, что настоящая хозяйка салона по счету монет готовится, не отходя от автобуса, на работе, в перерывах между остановками. Начальство ПТП гордится своими сотрудниками и гордо называет их хозяйками салона. Я бы назвал их все-таки еще и пчелками, которые непрерывно работают, непрерывно перемещаются по салону, общаются с пассажирами, помогают пассажирам, направляют их, рассказывают, беседуют, создают хорошее настроение. Конкурс не обходится и без болельщиков, среди которых, конечно, были и верные напарники кондукторов-водители. Третий этап конкурса – рассказать, как оказать первую помощь пострадавшему пассажиру. Кондукторам есть за что побороться. Главный приз соревнований – внушительная сумма денег. Но в этот раз организаторы обещали обойтись без мелочи. Впрочем, умение быстро считать деньги и знание маршрута – умение, конечно, важное, но не самое необходимое. Необходима, конечно, физическая выносливость для того, чтобы пассажиры, заходящие даже в автобус, идющий крайним рейсом, слышали ласковое и приветливое. Передавайте за проезд. Георгий Шершнев, Дмитрий Алгебченко, 12 канал.